Всем привет! С вами вновь ваш Федка Белов, простой честный парень из города Кинежима. Сегодня мы произведем распаковку элитной ветчины фирмы главпродукт. Распаковка и обзор элитной ветчины. Это было последнее видео Федя Белова. После него МС Октава умер прямо на работе. Никого не было рядом, никто не смог ему помочь. Сегодня вы узнаете историю жизни Федя Белова. Менеджера, электрика, продюсера, звукорежиссера, работника РЖД, диджея, владельца музыкальной студии, рэпера, охранника и рокера. Кинежима. Обычный город в Ивановской области, но жил там не самый обычный человек. Федя Белов. Федя Белов написал новый трек, надо будет посмотреть. Пусть солнца золотого, тьмы скрыла елена. Белова надо занести просто в черный список. Вот. Также известный как МС Октава или просто Октава. Это один из самых странных музыкантов Кинежмы, а может быть и всей России. Дорогие телезрители, не забудьте подписаться на канал, прожать классы. Буду рад вашей активности в комментариях. Он родился в 75-м году в обычной советской семье. Его назвали в честь дедушки, Федей. Жест раннего детства хотел связать свою жизнь с музыкой и железной дорогой. Но у Феди неудачно произошла ломка голоса, а белый билет мешал устроиться на нормальную работу. Это были удары для исполнителя. Но он не отчаялся. Он становится подмастерьем звукача, помогает с концертами в Ивановской области. Свои первые песни, которые он записал в 90-х, он посвящает заводу Поликор. Нет прекрасней завода Поликор Деленик много Выдаёт нам он Даже плитка Не спасёт меня Все ждут денег Можете не ждать После окончания профучилища номер 13 Федя работает на заводе Зарабатывает деньги И покупает свою первую музыкальную аппаратуру После этого будущая МСИ Октава Всю жизнь покупать Весьма сомнительные вещи и технику Это ещё сыграет с ним злую шутку Также он дополнительно получает образование в техниками Как руководитель занимается организацией дискотек В то же время теряет отца Знакомится с компьютерами И работает в ЖКХ За временем реализовалась мечта детства Работа в РЖД В 2011 году Федя арендует коммерческое помещение И делает из него реп-точку Многие группы кинешмы начинают репетировать именно там Но в Федя на сердце запала одна группа Это группа Фуллскрим Этим молодым ребятам он разрешал репетировать бесплатно Играла группа модный в те времена метал-кор Весьма сомнительного качества Но этих товарищей даже транслировали по радио И мы подошли вплотную к лидеру нашего хит-парада И это кинешемская метал-кор команда Фуллскрим С композицией Азазель Вот как сами музыканты говорят об этой песне Цитирую Это одна из начальных работ группы Третья по счету песня Была она написана осенью 2009 года А записана через год после ее создания В ней говорится об истории Азазеля, падшего ангела Только наша история отличается от оригинальной И мы немного ее изменили в более светлую сторону Суть в том, что Азазель подарил людям любовь И за это же люди предали его, а боги Узнав об этом, обрекли его на вечные страдания Немного грустная история, отмечают кинешемские металлисты Но в нашем мире именно так все и происходит Что ж, давайте наконец узнаем подробности Этой душесчипательной истории Итак, группа Фуллскрим, песня Азазель И это пальма первенства в нашем хит-параде на этой неделе Золото! Субтитры создавал DimaTorzok Фетя становится их менеджером, продюсером, звукачем Начинает проводить много времени с группой Сопровождает их на концертах Принимает участие в репетициях, тусовках, записях Но идиллия длилась недолго Во время путешествия с группой в город Санкт-Петербург Участники коллектива не смогли терпеть пьяные выходки Феди И стали открыто над ним издеваться, осуждаемым Так как он не мог дать никакого сопротивления После возвращения в Кинишму их пути разошлись В тринадцатом году репточку закрыли Белова выгнали из-за долгов Но Феди не растерялся и перевез всю технику к себе в квартиру Он создает дома студию и лейбл под названием Форвард Рекордс Форвард Рекордс Мы всегда впереди Тогда с любовью к вам Теперь уже совсем молодые люди начинают ходить к Феде домой И записывать там свой реп, зачастую бесплатно Гости пользовались добротой и наивностью нашего героя Школьники с радостью записывали треки в домашнюю студию Проводили там много времени, тусили И все это за счет неопытного человека На ТМС и Октава снова начали издеваться Разносили неприятные слухи в маленьком городе Зачастую подростки вели себя неадекватно Пили алкоголь, ломали вещи в квартире После этого был введен сухой закон в студии Но сам Федя крайне любил пригубить В то же время Белов доказывал всем в интернете Что добился того, о чем мечтал Он кичился фотографиями дорогой техники На фоне ужасного ремонта Показывал молодежную одежду, которую приобрел для себя Всем привет, с вами МС Октава У меня новая толстовка брендовая Бренд твое за три тысячи рублей У меня новые гонки в РК-10 Играю в гонки на ультрах И радуюсь жизни И фоткался со своими рэперами Должно бы, Федя просто хотел с кем-то общаться Дружить, быть в обществе Но со сверстниками не получалось И он решил идти на контакт с молодой аудиторией Он легко подкупал музыкальной техникой в обмен на дружбу И эта дружба тоже ничем хорошим не закончилась В шестнадцатом году у Федя умерла мать А на исполнителя напали и ограбили его квартиру Забрали музыкальное оборудование Выкладывать постоянно отчеты в соцсеть О своих покупках, когда твой адрес все знают Не самая лучшая идея Из РЖД комиссовали из-за здоровья Белов попал в больницу из-за анемии После смерти близкого человека и ограбления Федя решил продать квартиру, где жил большую часть жизни И переехал на окраину города Белову удалось получить доход из-за разницы в стоимости квартир Внезапные деньги MC Octave вновь потратил на музыкальное оборудование Компьютерную технику и его устройство в студии звукозаписи в новом доме Несколько раз прекращал заниматься творческой деятельностью Но все равно к ней возвращался Когда деньги от продажи квартиры закончились А кредиты банки уже не давали Масштаб его покупок стремительно уменьшился Теперь приобретение лампочки это уже событие Со временем вновь дали о себе знать проблемы со здоровьем Федя сильно внешне изменился Продолжал употреблять спиртное Хлебнем в водочке И ел дешевую еду Последние годы он работал сторожем Изредка выкладывал свои новые треки Играл в компьютерные игры после смены вместо нормального отдыха Вел блог на ютюбе Рассказывал о своей жизни Проводил распаковку различных товаров И последним в его жизни распаковка Это распаковка банки тушенки Федя был весьма специфический Но все же добрым человеком Он смог воплотить свои мечты в реальность Поработать на РЖД Стать музыкантом Продюсером Звукачем Ему нужна была дружба И признание Но к сожалению Не все люди относились к нему хорошо А только пользовались его благами и наивностью Необходимо было следить за собой И за своим здоровьем Помните Алкоголь и любые другие наркотики Это зло Которое отнимает у вас абсолютно все Деньги, время, разум, здоровье и конечно же жизнь Спасибо, что посмотрели видео до конца Подписывайтесь на канал на всех платформах Прожмите классы И пишите свое мнение в комментариях До новых встреч Вопрос номер три Можно записаться Нет Нельзя Официально С марта месяца этого года студия не работает Где вы все раньше были Когда я умирал Когда я голодал Когда я лежал в больнице В реанимации Полтора года назад Дело все было Когда мне было ничего есть А теперь установил студию Все готовы Все опять готовы писаться Я ни с кем не хочу сотрудничать Сейчас слишком много дел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!